Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день я публикую огромное количество видео по танкам. Если вы хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал и обязательно прожимайте на колокольчик, нажав все уведомления с каналом. Тогда точно ничего не пропустите, потому что в день выпускаю более трех видосов и некоторые уведомления могут в ином случае вам не приходить. Спасибо большое за то, что подписались и буду благодарен за лайк под данным видео. А в данном видео, ребят, покрутим рулеточку на HWK-30. Полная стоимость данной рулетки, 20 прокрутов, обойдутся в 15 тысяч и 3 золотых. 3 золотых отбросим, будем говорить ровными цифрами, 15 косарей. Если заберете до 18 прокрута включительно, то заберете себе танк за 13 600, ну а 19 прокрутов обойдутся в 14 с половиной тысяч. И будем говорить откровенно, если мерить сугубо по уровню танка, по восьмерке, то в целом неплохо, потому что за эти деньги вы получаете себе 3 собери их все. Берете себе 3 контейнера бомбических, из которых может быть что-то выпадет, может голдишка какая-то вернется назад. Вы получаете себе довольно неплохой обвес. Есть еще контейнер с легендарными внешними видами на ЛТшку, либо на СТшечку. Ну и получаете себе легендарный внешний вид для танка, который является главной наградой. Но мы-то с вами говорим о HWK30, практически полной копии рушечки 251 проходной. И в целом, если вам геймплей RU251 не подходит, вы не реализовываете машину на полную, то соответственно вам и HWK30 не нужен. Потому что HWK30 это фармящая версия RU251. И в целом, я никогда не гонялся за HWK30, именно по причине того, что от рушечки практически ничем не отличается. Когда появился HWK30, я не пытался его себе забрать, не видя в этом никакого смысла. И сказал, я попытаюсь его забрать потом, когда он появится на продаже по какой-нибудь адекватной цене, либо появится в рулетке. И вот он в рулеточке появился. В коллекции данной машины у меня нет, но и соответственно буду крутить у себя на основном аккаунте, пытаясь данную тачку поставить себе в ангар. В отношении шансов выпадения, HWK30 0,04%, что говорит о том, что преобладающие большинство игроков заберут себе данный танк только в конце рулетки. Поэтому задайтесь вопросом, готовы ли вы за этот танк отдать 15 тысяч золота, да пускай с его легендарным внешним видом. Стоит отметить, что меньше шанс выпадения, нежели у легендарного внешнего вида, который имеет 0,3%, есть только у контейнера с обвесом. Да и слава богу, 0,16%, но мне почему-то кажется, что он неожиданным образом выпадет все-таки раньше, нежели выпадет легендарный внешний вид. Все остальное, ребят, я бы не сказал, что особой ценностью обладает, ну кроме нескольких вот этих вот моментов, про которые я говорил. Все остальное, как всегда. Да, серебро, есть великолепный контейнер с обвесом, есть еще один великолепный контейнер с анимированным аватаром, который я вообще терпеть не могу, блин, когда он выпадает, причем за любой ценник. Ну и есть еще иксы. Ну что, ребят, давайте попытаемся достать тачку, поехали, 38 золотых за прокрут, мне вот интересно, во сколько мне HWK30 обойдется, во сколько он мне станет. Как я уже сказал, я не планирую на нем играть постоянно, я хочу просто забрать его для того, чтобы поставить его себе в коллекцию. Если у вас не сильно много голды, то данную рулетку рекомендую прокрутить буквально несколько раз, чисто ради интереса, и то, если сильно хочется рулетки покрутить. Ну а дальше плюнуть и не тратить свое золото на данный танк, потому что, поверьте мне, скорее всего он вас расстроит. Что у нас здесь? Тысяча золота, все очень просто, у меня было 6 сертификатиков вот этих, ну и, соответственно, седьмой я себе забрал. Ну, 6 талисманов, в смысле, собрал талисманами сертификат и забрал себе тысячу золота. Сейчас, на данный момент, нахожусь в плюсе, и в моем случае это удешевит прокрутые рулетки на целый косарь голды. По-моему, неплохо. Забираем значки, всего 10 значков, по факту 2 победы на тяжелых танках, а, не на тяжелых, на средних, да, получается. Ну, как-то не очень. Маловато, честно говоря, будет, я бы лучше 2 раза победил, и дайте мне ту же самую голду вместо этих значков. Но, давай, удиви меня, еще раз значки на легкие и средние танки, того, сэкономил 4 победы в этом игровом событии. 443 золотых. Но, ага, собери их все. Ну, ладно, давай, удиви меня танкам. Не будет удивлять танкам, потому что притормаживания не было при открытии. Забираем. Забираем. Вообще, ребят, скажу откровенно, я не сильно большую ставку делаю на то, что HWK-30 достанется мне по какой-то сниженной цене. То есть, что я его достану на каких-то первых прокрутах по одной простой причине, потому что свой фарт на рулетке я уже реализовал, открывая рулеточку на сертификат восьмого уровня. Вот так вот. Вот так вот. Ничего себе. Кейлер. Кейлер приземляется. Приземляется Кейлер и приносит мне 3750 компенсаций. Ну, неплохо. Неплохо. Того получается 4750 можно сразу минусовать от полной стоимости данной рулетки. Итого мне HWK-30 в любом случае обойдется, ну, грубо говоря, там в 11 тысяч с копейками, если голда больше выпадать не будет. Забираем. Так, 641 золотой, 3750 тысяча, плюс там какая-то мелочевка. Ну, да, получается где-то тысяч в 11 обойдется мне данный танк, если даже заберу его с последнего прокрута. Вообще, если бы его выставили за 11 тысяч вот в голом состоянии на продажу, я бы его однозначно не покупал, потому что для него это дорого. И я оцениваю танк тысяч, ну, максимум в 7. Вот знаете, так вот, предельная максимальная цена. Но, прокручивая рулетку конкретно вот в моем случае, я еще забираю себе контейнеры дополнительно, плюс всякую мелочевку, плюс иксы. То есть покупаю данный танк не в голом его состоянии, а в составе, ну, я бы сказал, что в таком уже случае довольно неплохого набора. Но, давай, родимый. Дай мне чего-нибудь интересненького, но очень сильно хочется. Порадуй глаз в субботнее утро. Забираем. 10.43 Иксы приземляются. Куих и так уже достаточное количество. Да что ж такое? Ну, дай еще один контейнер мне. На, давай. Есть! Есть контейнер бомбический. Но! Эх, блин, маловато будет. Ух ты, е-мое! Концепт 1Б! Концепт 1Б, он тоже присутствует в ангаре, и это компенсация 7,5 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, давайте посмотрим ради интереса и откроем, безусловно, сразу мистик. Сколько компенсация за него? 7,5 косарей! Бляха-муха, я в трансе с этого субботнего утра. Ну, давайте, давайте, хейтеры, начинайте писать, что мне Wargaming подкрутил. Я жду ваших комментариев, буду отбиваться от вас всеми правдами и неправдами. Неужели разработчики с бомбическими что-то сделали? Нет, не сделали ничего, разработчики с бомбическими прям настолько, чтобы, да, забыл мистик открыть. Сейчас, ребят, секунду, все-таки, все-таки не должен он валяться. Открываем мистический. Сколько у меня, кстати? А, здесь у меня, блин, ай-яй-яй, не хватает. Не хватает трех контейнеров для открытия контейнеров второго уровня. Ну, мистики, мистики как были, так и есть. Ничего в мистиках не меняется. К сожалению, ничего не приносят в последнее время мистические контейнеры. А вот бомбические меня, слушайте, удивили в этой рулетке просто до безобразия. Ну, можно теперь налегке крутить. Можно теперь крутить абсолютно не задумываясь ни о чем, потому что в целом мне танк достается, я бы сказал, практически бесплатно. Я вот только сейчас вернулся к тому уровню золотой копилки, с которого начинал. Ненавижу эти контейнеры. Терпеть не могу. Покажи мне красивый анимированный аватар. Вау. Вау, какая красота, блин. Не знаю, кем надо быть для того, чтобы покупать эти контейнеры, если они продаются. Ну, знаю, есть ребята, которые покупают, но напишите мне, зачем вы это делаете. В чем смысл приобретения анимированных аватаров? Ну, не знаю, может вы там прям совсем коллекционер коллекционный? Ну, вот это нормально. Хранитель неба. Обожаю. Обожаю этот обвесик. И что самое классное, что он действительно внешне подходит к легендарному внешнему виду на данную машину. То есть представьте себе, тут еще обвесик такой болтающийся. Мне кажется, самое то. Ну, и остается два прокрута. Прокрут за 956 и потом еще дешевле. Больше чем уверен, что сейчас заберу контейнер с легендарным внешним видом, понятное дело. Ну, а бешеная интрига. Бешеная интрига. Открываем. Для кого легендарный внешний вид получу? Фантом. А для кого это он у нас? Для химеры. Ну, есть такой. Есть такой. Обменяю на осколки. Дай бог с ним. Жаль, что не выпал тот, которого у меня нет. Ну, и так, слава богу. Слушайте, грех жаловаться. Я в данном случае получил, грубо говоря, там за 2500 округляя. HWK-30. Но, ребят, обратите внимание, что одно дело уровень везения в рулетке на предмет того, чтобы выпало что-то еще из контейнеров, которые там находятся. А другое дело вопрос того, когда конкретно выпал танк, который является главной наградой. И в моем случае танк, который является главной наградой, кстати, интересно, обвес этот подходит. А нет, его здесь. Могу поставить только вот это. Ладно, потом разберемся. В общем, суть в чем? Суть в том, что главная награда-то все равно выпала на последнем прокруте. И будьте готовы к тому, что и вам этот танк выпадет, скорее всего, на последних прокрутах. А значит, вы за него отдадите в любом случае хотя бы 1012-13, гадалки не ходить. Ну и, соответственно, стоит подумать, а стоит ли HWK-30 тех денег, которые вы на него потратите. Потому что, по факту, он этих денег не стоит. Ру-251, ну, в целом, практически то же самое вам предоставит, как я уже говорил, по геймплею, но и в отношении результативности. Единственное что, у HWK-30, да, поскольку это премиумная машина, коэффициент доходности по серебру выше, нежели у Ру-251. Но стоит ли за это отдавать золото, тут уже решать вам. Пишите свое мнение в комментариях. Как я уже сказал, жду. Жду комментариев от хейтеров, которые будут кричать, что я продался в ЭГ. И, кстати, надо побежать быстренько от двери, не забыть открыть, а то гонцы из Wargaming'а с сумками с деньгами могут ко мне не попасть. А бабла-то все-таки хочется. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.